За звание культурной столицы 2015 года областной центр сражался с городом Молодещно и в этой схватке оказался сильнее. На суд коллегии представителями области был вынесен проект с конкретными предложениями по улучшению творческой стороны жизни брещан. Он имеет самое разное направление, однако большинство инициатив так или иначе связано с основными культурными темами 2015-го – 70-летием Великой Победы и Годом Молодежи. Мы делали два акцента – это 70-летие Великой Победы и то, что в следующий год это будет Года Молодежи. Мы посчитали, что мы лучшие, поэтому мы победили. На будущий год в городе Надбугом в дополнение к уже имеющимся и любимым творческим форумам, таким как Январские музыкальные вечера и Белая Вежа, добавятся и новые мероприятия, в том числе международные пленеры и фестивали, а также гастроли известных белорусских и зарубежных музыкальных и театральных коллективов. Немало сюрпризов ждет и любители печатного слова во всех его проявлениях. На библиотечных и других площадках горожане смогут принять участие в целом комплексе литературных инициатив. Планируется очень много мероприятий, в том числе и международного характера. Конкретно у нас в библиотеках планируются встречи с известными писателями Франции, Швеции, Польши, Украины, России и, конечно же, Белоруссии. Дальше у нас планируется очень интересная акция «Поэтический троллейбус». Он будет у нас ездить целую неделю в мае месяце и там будут посетители, точнее пассажиры, слышать стихи о войне, которые читают самые известные люди нашего города. Узнать больше о том, что ждет город над Бугом в рамках культурного проекта всегда можно в интернете. Брестская централизованная библиотечная система отвечает за информационную составляющую будущих мероприятий. И уже сегодня ими разработаны специальные афиши в социальных сетях, а также готовится сайт, целиком посвященный данному вопросу. Наша центральная городская библиотека отвечает за информационную составляющую культурной столицы Беларуси. А точнее, значит, у нас есть уже группа ВКонтакте и в Твиттере «Бресткультурная столица Беларуси». Сейчас мы работаем над большим, серьезным, официальным сайтом «Бресткультурная столица Беларуси». На этом сайте будет много возможностей для показа различной информации о Бресте, как фотоинформации, что для нас важно очень, видеоинформации. Не стоит забывать и о том, что звание «Культурная столица» – это не только дополнительные привилегии и множество новых творческих свершений. Быть взаимовежливыми, воспитанными, активными и инициативными – это не право, а обязанность жителей культурной столицы Беларуси. Притом не только на протяжении 2015 года, но и после него.